Привет, друзья, а также новенькие, которые первый раз смотрят это видео. Заходите на канал Смелее и знакомьтесь, тут вы найдете все-все, что связано с обучением игре на виланчин. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такой хороший педагог и плохой педагог. Опять-таки сразу скажу, это мое личное мнение, которое основано на моих собственных наблюдениях за коллегами-преподавателями на протяжении 30 лет. Тут я собрала основное, что я считаю, какими данными должен обладать педагог начальной школы и колледжей консерватории. Итак, преподаватель начальной школы. Сейчас родители очень рано стали отдавать своих детей обучаться музыке. У меня известен случай, что в 3-4 года уже спрашивают мамы, как можно обучить ребенка игре на виланчин. Во-первых, очень тяжело найти инструмент такого размера, это скорее будет переделанный альт. Во-вторых, дети малоусечивые в таком возрасте и у них сконцентрация внимания еще не совсем. Им можно объяснять, как играть на виланчин на уровне каких-то сравнений, ярких картинок. Ноты для них, конечно, будут нодноватые. Нодноватые. Это должен быть педагог, который обладает определенным музыкальным языком. Итак, если приходят совсем маленькие дети, какой же педагог для них идеальный? Первое. Педагог должен быть сам хорошо обучен. Желательно, очень желательно, чтобы он был играющим. И тогда, когда вы на него смотрите, вы даже можете понять, насколько у него эластичные руки, насколько красивый получается звук. То есть даже если родители не музыканты, они могут услышать, как этот педагог сам играет. То есть это красиво или это некрасиво. Потому что очень часто педагоги начальной школы, не все, но очень многие, они как бы сами имеют недостатки в постановке рук. И бывает такое, что, допустим, неправильно держит смычок преподаватель, или у него у самого зажатые руки, и когда он показывает ребенку, то есть ребенок запоминает вот такое вот неправильное слуховое представление о том, как это должно звучать. Потому что есть дети двух типов. Есть дети, как обезьянки, так называемые, которые копируют то, что им показывает педагог, а есть дети, которым надо словами объяснять, как играть. Так вот те, которые копируют, это, кстати, более способные дети, как правило. Им нужен педагог, который играет хорошо, который играет естественно, который в ланчере звучит насыщенным, объемным звуком. А это, конечно же, зависит от постановки рук и от того, как его самому учили. Второе, желательно, чтобы педагог сам выступал, как я уже сказала, и как бы слушал других педагогов, то есть был в курсе того, что происходит. Сейчас очень много видео, можно даже смотреть мастер-классы на Ютубе, можно у нас в стране очень много мастер-классов проходит, чтобы педагог был живой, чтобы ему это нравилось. Третий пункт, это умение подобрать репертуар. Для маленьких детей существует свой репертуар. И сейчас, кстати, появилось очень много сборничков с яркими картинками, и каждой, допустим, пьеске на одну-две строчки соответствует яркая картинка. Это помогает ребенку, в общем-то, понять замысел, да, и на эту вот мелодию, эти нотки наполнить жизнь, да, соответственно, картинке. Потому что ребенок в маленьком возрасте, он мыслит образно, для него не подходит просто объяснять ноты. Ему надо сравнивать с чем-то, рисовать перед ним картинку, да, вот, например, вот мы там гладим струну смычком, как будто гладим котенка глубоко и мягко, да, то есть глубоко и мягко под струну, то есть чтобы у него было такое ассоциативное мышление. Все время сравнивать, да, с чем-то. И тогда ребенку будет интересно, когда это особенно, вот, как игра происходит, какие-то яркие картинки перед глазами. Если же ребенка просто учить нотам, это ему очень быстро надоест, он, когда он челюбно зненавидит уже после первого года обучения. Еще один пункт важный – это умение распознать психологический типаж ребенка. Кто ребенок? Экстраверт, интроверт, ребенок с низкой самооценкой, с высокой самооценкой. Как правило, с интровертами чуть-чуть сложнее, да, их надо больше хвалить, вот, и надо больше их поддерживать, да, вот, указывать именно на то, что у них получилось. Смотри, как ты классно сыграл там эту нотку, а смотри, как у тебя вот вышло вот этот такт вообще шикарно. То есть ребенок должен чувствовать, что он действительно может, и что дает ему силы более открыто выступать. То есть экстраверты – это детки, как правило, и так очень творческие, открытые, и с ними легче. А вот интроверта надо поднимать, его надо утверждать, потому что он хорош. То же самое касается детей с высокой самооценкой и низкой. Если высокая, иногда приходится даже чуть-чуть насаждать, вот этот такой запал, да, а вот когда самооценка низкая, с этими ребятами действительно надо их очень сильно еще и морально поддерживать, и указывать именно на то, что получается, получается, и смотри, как ты хорошо сыграл это и это. Вот, а в прошлый раз ты там прекрасно сыграл три ноты, я до сих пор помню. То есть вот ребенок тогда, если его фокусировать, фокус внимания будет направлен на его победы, даже очень маленькие, вот такие дети с низкой самооценкой или интроверты, они будут подниматься, они будут раскрываться. Это очень важно. Но и сам педагог при этом должен обладать эмпатией, да, то есть восприятием, да, эмоциональным. То есть он должен чувствовать детей, чувствовать, что к ним разный подход. Вот, и поэтому тут могу прям сразу сказать, что такие плохие педагоги, это те педагоги, которые ругают учеников, все время говорят, ну что ты там такая бесколочь, сколько раз тебе можно говорить, опять ты играешь фальшиво, опять ты играешь неритмично. Вот, и как ты можешь быть такой тупой, вот, может быть, даже такие педагоги есть, да. Потом это плохие педагоги, те, которые сами их плохо поставленные руки, они не играющие, они жесткие мышцы, они не могут показать, если они показывают, потому что они показывают очень некрасиво, и ребенку это действительно не нравится. Такие педагоги часто травмируют детей. Как правило, они сами не любят свою работу, и работают по стечению каких-то, наверное, жизненных обстоятельств в этих школах. Как правило, также у них отсутствует эмпатия, то есть вообще сопереживание к ребенку, к его судьбе, к тому, как его лучше научить, то есть они не чувствуют это. То есть вот это плохой педагог, который может покалечить, тот, который опускает вашего ребенка все время, который сам не умеет играть, который ко всем детям применяет одну и ту же методу вот такого агрессивного прессинга, да, продавливания детей. Вот такие педагоги вам не нужны. То есть если вы видите, что педагог такого типажа, это, как правило, бывают такие уже старые закалки, вот такие какие-то чуть-чуть обозленные учителя, вот таким не надо ходить, не надо ходить. И если вы видите на уроке, обязательно попросите урок перед тем, как записаться, что ваш ребенок, даже если это очень хороший учитель по узору, но ваш ребенок при этом сидит, смотрит, вот этот потолок, на стены, ему с этим учителем неинтересно, то есть до него не доходит, что говорит учитель. Значит, это не его педагог. Вот какие бы о нем не были прекрасные отзывы, смотрите именно, как ваш ребенок реагирует на этого преподавателя. Смотрите только на своего ребенка. Если у него загораются глаза, ему интересно, он бежит опять, это ваш педагог. Если ему скучно, а вы его просто заставляете, потому что педагог якобы обладает хорошей репутацией, это путь неправильный. Теперь пару слов о педагогах колледжа и консерватории. Это педагоги, которые сами, во-первых, играющие, во-вторых, они с хорошей постановкой рук, с хорошим музыкальным вкусом, которые ездят, которые обмениваются опытом, смотрят, как играют в мире, то есть это живые педагоги. Те педагоги, которые могут рассказать о разных стилях исполнения, например, барок, эпоха классицизма, эпоха романтизма, современная музыка, это разные приемы исполнения на инструментах. Это у нас барочная музыка, правая рука одна, и вибрация одна, а романтика совершенно другое. То есть этот педагог должен обладать настолько играющим таким состоянием, чтобы показать в любом стиле, как надо играть. Опять-таки, тот педагог, который может выбрать путь обучения для каждого студента, исходя из его психологических особенностей, опять-таки, учитывая самооценку, учитывая технологический уровень подготовки, начальный уровень подготовки, и то, с чем надо работать в первую очередь. То есть это тот педагог, который каждому студенту применяет какую-то свою методу. То есть очень гибкий педагог. Педагог, который сам вдохновляет. То есть когда он играет, студенту хочется за ним повторять. И педагог, который обладает методами обучения, то есть он знает упражнения, он знает конкретные этюды, которые могут, допустим, улучшить технику того или другого студента, улучшить вибрацию. То есть именно может показать и объяснить, и у него есть такой арсенал вот этих гамм упражнений, которые помогают студенту обрести все необходимые навыки игры на инструменте. Но и тот, который, конечно, обладает эмпатией, который сам очень хорошо чувствует музыку, и это может передать, и который передает вот эту любовь своему студенту. То есть очень важно. Вот, например, я, я обезьянка. У меня был очень хороший педагог, Вадим Сергеевич Червов, который показывал. И для меня это было очень важно, что он показывает, потому что я сразу ухом улавливала, что он хотел. Если бы у меня, допустим, был педагог неиграющий, и даже если бы он обладал прекрасными словами, я бы не уверена, что я смогла бы играть хорошо. Вот это вкратце мое мнение о педагогах. Пишите, какое ваше мнение, с какими еще плюсами или навыками должен обладать педагог разных уровней. И пишите, была ли тема вам интересна, и с какими педагогами в своей жизни вы сталкивались. А я, как всегда, жду вас на своих консультациях по скайпу. Пока!